Иван, ты организатор выставки в музее оккупации эстонском в Таллине, посвященной Нарве и референдуму 1993 года. Почему ты вот этой темой занялся? Что тебя так вот задело, заинтересовало и ты сделал эту выставку? Я думаю, меня, как и многих других жителей Эстонии, задел вопрос, которым резко стали задаваться многие западные журналисты в 2014 году. Вопрос, который звучал как «станет ли Нарва следующим Крымом?» И хотя все и политики эстонские, и эксперты утверждали обратное «нет, не станет», Ну, я вот решил подойти к этому с несколько другого угла и привести также какой-то пример из недавней истории, когда попытки учинить что-то подобное, какое-то своеобразное государственное образование, будь то автономии или что-то еще, имели место. То есть, вот рассказать про эту историю 1993 года, которая до этого была малоизучена и малоизвестна. А можешь нашим зрителям рассказать о тех событиях, о причинах и что это было? Да. В 1993 году парламент Эстонии принял ряд законов, и до этого уже в 1991, которые, ну, в некоторых вопросах ограничивали права и свободы русскоязычного населения, в первую очередь касающиеся гражданства и паспортов, то есть многие русскоязычные люди стали лицами без гражданства, еще тогда никому не понятный и незнакомый статус. И Нарвское горсобрание решило, что такая практика их не устраивает, поэтому Нарве нужна автономия в составе Эстонии. То же самое произошло и в Силаме. И в этих двух городах, ну, Нарва просто крупнее, поэтому история именно про Нарву, был проведен летом 1993 референдум. Хотите ли вы, чтобы Нарва имела статус автономии в составе Эстонии? Люди сказали на референдуме, да, хотим, но через месяц буквально Государственный суд Эстонии постановил, что решение это незаконно, и проводить референдумы у нас местные самоуправления не могут. Поэтому ничего из этого не вышло. Ну и если говорить на самом деле шире, то тот факт, что концепция автономной Нарвы была нарвскими властями опубликована уже даже после этого решения суда, он очень четко свидетельствует о том, что на самом деле активисты имели крайне поверхностное представление о том, как эта автономия могла бы выглядеть в реальности. То есть они просто преследовали очень такие простые сиеминутные конъюнктурные цели, привлечь побольше внимания к себе и постараться сделать так, чтобы они остались у власти на месте, то есть в Нарве. Ну и побороться они захотели за свою автономию. Ну, видишь, это отчасти вопрос про не только Нарву, а про готовность России участвовать в подобных вещах, которая на тот момент была не совсем такой, какая она сегодня, и для всех эта ситуация была новой. Ну и элементарно лета 1993 года, там в России было крайне много своих проблем, поэтому их участие в нарвских событиях, их я имею в виду российских властей, оно было гораздо более скромным, нежели оно могло бы быть, например, сегодня в наше время. Поэтому активисты элементарно остались без какой-то очень внушительной поддержки. Ну, а будь это поддержка, мы можем спекулировать, что бы тогда было, будь это поддержка эффективнее, и в плане финансов, и в плане административного ресурса. Есть какие-то обрывочные сведения о том, что взвешивался даже вариант введения сюда какой-то казачьей роты или чего-то такого. Но всего этого не было, как мы знаем, никто, по счастью, не погиб и не пострадал, что очень важно. Однако, можно более-менее предположить, что могло бы стать с Нарвой северо-востоком Эстонии, сложить бы все иначе. То есть там было бы какое-то непонятное пол-недгосударство, которое признавало бы одна Россия и пара стран в Тихом океане. И, собственно, в конце концов, главный вопрос в том, стало бы людям от этого лучше жить, я боюсь, что не стало, потому что не стало бы. Потому что все равно при такой маленькой территории и отсутствии нефтяных залежей любому государству надо очень активно взаимодействовать с соседями, торговать и вести какую-то нормальную жизнь. Не опоздал ли твой ответ западным журналистам все-таки 2014-й, а сегодня 2017-й? Не опоздал, потому что постоянно эта тема...